Казахстанцы начали активно прививаться от кори. Процедурные кабинеты порой выстаиваются очереди. На уколы стали приходить те, кто раньше относился к ним скептически. Медики говорят, вакцины хватит на всех. Главное прийти в поликлинику. Репортеры КТК с подробностями прививочной кампании. Казахстанцы наконец прислушались к врачам. Корь пугает даже тех, кто считает, что болезнь может обойти их стороной. К примеру, жители Уральска стали приводить в процедуру, но не только детей. Идут уже и сами взрослые, потому что инфекция на возраст не смотрит. У нас болеют взрослые лица до 29 лет. Мы их, согласно санитарным правилам, мы их прививаем по эпидемиологическим показаниям, как контактные. Более старше 30 лет они встречаются редко. В основном заболевают лица до 20-30 лет. 29-30 лет контингент. Корь одинаково опасна для всех возрастов, но все же вакцинированные пациенты переносят ее гораздо легче, говорят врачи. А вот люди, никогда не получавшие прививку, автоматически попадают в зону риска. Но и у тех, кто делал укол в далеком детстве, корь может развиваться в крайне тяжелой форме. В Караганде двоих таких пациентов пришлось перевести в реанимацию. Лица, получившие у нас, ой, госпитализированные взрослые, они были привиты только в периоде раннего возраста своего, дошкольного и школьного. А потом у них уже ревакцинация не проводилась, поэтому они заболели. Ну там, как правило, у них указания есть в анализе, что контакт был с пациентами. Если вы привиты, то вы не должны заболеть. О том, что только вакцинации можно остановить вспышку инфекции, не устают говорить и в Жамбылской области. Эпид-обстановка здесь по-прежнему непростая. Заболевшие поступают в стационары целыми семьями. В день обращаются по 35 человек, большинство дети. Из-за такой нагрузки больных приходится везти в ближайшие районы, где развернуты дополнительные койки. Из-за пугающего роста в облздраве готовы пойти на крайние меры. Отстранить от учебы непривитых школьников. Есть приказ о коллективной иммунитете в детских, дошкольных учреждениях и в школьных учреждениях. Если в классе составляет коллектив иммунитет ниже 95%, возможно, что ваш ребенок, который не получил прививку, не будет допускаться, так как он несет с собой риск заражения других детей. В Актубе пока такие меры не применяют, хотя и здесь корь продолжает бушевать. Врачи утверждают, что горожане и сами серьезно напуганы. Возможно, поэтому, по словам медиков, стали добровольно идти за прививкой. Но отказников все еще немало. Врачам приходится беседовать с каждым и объяснять, что только таким способом можно остановить вспышку. По религиозным убеждениям есть, которые не доверяют вакцине. Даже спрашивают, хотя мы объясняем, что эта вакцина уже с 67-го года применяется. Почему-то такое недоверие к вакцине самой. Жительницу Актубе Жанар Бегембетову никто никогда не уговаривал. Все плановые прививки она получила по календарю и своих детей приводит в поликлинику строго по графику. А при нынешней обстановке, говорит, пренебрегать вакцинацией и вовсе безрассудство. Специально с работы отпросилась, чтобы привить. Годик исполнилась. Сейчас инфекция по городу. Тем более средний ребенок в садик входит. Она привита. Боимся, что она может заразить ее, как переносчик. Врачи просят не путать корь с ветрянкой. У них похожие симптомы, но разное течение болезни. При коре, говорят медики, сыпь начинается на голове и постепенно уходит вниз. А первые три дня держится высокая температура. При ветрянке пятна могут появиться в любом месте. А сбить температуру гораздо легче. Но от обеих болезней можно уберечься вакциной. Динара Оркумбаева, КТК.